Использовать опыт народов мира в учебе и профессиональной деятельности. Студенты Ирниту, будущие ювелиры, художники, скульпторы, искусствоведы и архитекторы познакомились с особенностями еврейского изобразительного искусства. В тонкостях разбирались вместе с известным израильским художником Михаилом Михилевичем. Он представил иркутянам свои работы на выставке «Увидеть слово» и прочел ряд лекций студентам политеха. Он рассказал, что религиозные особенности внесли очень серьезные коррективы, принятые во всем мире художественные каноны. В частности, в еврейской культуре действует запретное изображение человеческого образа. Ну, например, в XVIII веке очень часто изображали в синагогах и на могильных памятниках людей в виде животных. То есть, если ты изображаешь надгробие, например, медведя, умерший человек, изображен медведь. Нельзя же рисовать человека. Это запретное изображение. Если он в виде медведя, это нормально. А что медведь делает? Медведь полгода спит, а потом он воскресает. То есть, это символ того, что человек воскреснет. Животное часто выступает символами человеческих качеств в предметах искусства еврейского народа. Кроме того, мастера в Израиле до сих пор используют технику стилизации изображения человека. Ее в своем творчестве применяет и Михаил Ехилевич. Что значит стилизация? То есть, это когда вы берете один предмет и рисуете его треугольниками, квадратами, линиями. И вот он принял тоже такой стиль в некоторых картинках. Ну, это довольно интересно, потому что это можно связать с ювелирным изделием. По словам участников, за время лектория они не только научились разгадывать символы, но и понимать их и складывать в одну общую картину.